На площадке точки кипения предприниматели Читы встретились с уполномоченным по защите прав предпринимателей и представителями различных ведомств края. Круглый стол был посвящен проекту закона о нестационарных торговых объектах. Обсуждают его не в первый раз, ведь в каждом городе по-своему выстраиваются отношения между местной властью и владельцами такого бизнеса. Когда мы получили, у нас было очень интересно, как же Российская Федерация разрешила данные проблемы. И к своему, так сказать, счастью мы увидели, что они прочитали нормативные акты практически всех регионов и взяли самые лучшие, в том числе и с наших нормативных документов. Мы увидели, что книжкам-то много нам придется перерабатывать, просто нам нужно в дополнение к своему нормативному. Некоторые нормативные акты принять, о которых мы долгое время тоже разговаривали. Но вот одним из таких нормативных актов для нас, честно говоря, очень актуальным является внешний облик, как ни странно, нестационарный торговый объект. Нестационарные торговые объекты, говоря простым языком, это киоски, павильоны, бочки с квасом, холодильники с мороженым. Вопросы вызывает прозрачность процесса размещения объекта, начиная с заявки и заканчивая его установкой. Ситуру подаю на участок я, мне говорят, хорошо, придите через недельку, мы вам дадим ответ. Через недельку мне говорят, он занят, два дня назад подались на него. То есть люди сидят, осматривают участки, отдают их другим, это уже спекуляция там начинается, понимаете? А потом уже на торгах дальше идет, приходит тот, у кого есть деньги. Не тот, кто хотел, а у кого есть деньги. Он приходит с аукциона это забирает и потом уже дальше идет. Сессия здесь ни при чем, понимаете? Все начинается намного раньше, коррупционная схема, она раньше заложена. Пишу заявку, человек потратил время, рассчитал уже, бизнес-план уже сделан на этот участок. Нарисовал проект этого киоска в своих глазах, чтобы зарабатывать деньги, обеспечить семью. А тут дядя Вася пришел, дядя Эдик, дайте мне, я вам десяточку сверху накину. Это же неправильно. Также бурное обсуждение вызвало пункт о продлении договора между муниципальными властями и предпринимателем однократно по истечению семи лет. Предприниматели уверены, что если после семи лет аренды места можно будет продлять договор только один раз, то их жизнь станет тяжелее. В условиях современного рынка, монополии и торговых сетей за семь лет бизнес может даже не окупиться. Все замечания в ближайшее время отправят на рассмотрение в Москву. И как будет выглядеть окончательный вариант законопроекта, пока не ясно. Вячеслав Барлинский, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. Вячеслав Барлинский, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ.